Всем привет! Сегодня я в гостях у Миры и у Андрея, они оба пара татуировщиков. Привет! Привет! Что ж, познакомься со зрителями, кто-то вас не знает. Ну, Мира, в принципе, как бы все коротко и ясно, как хэбэшные трусы. Проста, как Мир. Андрей Белоусов? Все? Все. Тоже все достаточно просто. Расскажи, как вы пришли вам в татуировку, кто из вас был первым? Как все начиналось? В принципе, мне кажется, он тоже может рассказать, я буду снять, пока. Мира занималась татуировкой, поскольку я знаю, года три. Он мне в свое время тоже стрельнуло как-то заняться. То есть она пришла в татуировку первой? Да. Мы, в принципе, с ней познакомились как бы в интернете. В общем, так и понеслось, в принципе, да, познакомились, начали общаться, подружились, потом вроде как я предложила ему подсказать, как это, ну, как показать. Ну, в интернете он интересовался татуировкой, да? Да, потом просто. Когда ты этим занимался? Да, потом просто подружились, потом я предложила показать ему, как это делать, и непосредственно на нем. А, на нем. Да. Сделала ему татуировку, как будто, и так получилось, что мы абсолютно как бы сошлись, как два пазла. А ты рисовала еще до татуировки, то есть и художественное образование какое-то, может, в детстве? У меня художественного образования нет никакого. Как вообще пришло тебе в голову, блин, а почему я татуировку не занимаюсь? Я работала менеджером, дизайнером мебели, и в какой-то определенный момент поняла то, что, в принципе, никакого абсолютно развития нет. А с маленьких лет... Карьерного роста ты имеешь? Нет, не карьерного роста, а именно развития. Развитие, становление меня как личности в этой жизни. То есть мне всегда хотелось быть чем-то больше, чем я есть сейчас. И в какой-то определенный момент я просто все бросила, я взяла все, уволила, забрала все деньги, которые мне дали, просто купила тату-оборудование и понеслось. То есть я как бы поставила, скажем так... Но все-таки почему именно тату? То есть у тебя же можно было то выбрать, то другое, ну как бы много выборов в этом мире, да? И ты выбрала почему именно татуировки? То есть у тебя заранее что-то в голове складывалось? Знаешь, как у Эйнштейна. А, тебе яблоко надо было. А у Эйнштейна. А у Эйнштейна. Просто я не знаю, когда в какой-то, я говорю, определенный момент, когда я думала, боже, у меня ничего не получается. Ну не то, что мне не получается, я никуда не двигаюсь. Подумала, в чем можно развиваться. Рисовать любила, в принципе, всегда. Не могу сказать, что рисовала хорошо. Но у тебя уже были на тот момент татуировки на тебе? Нет. Не было, да? Нет. Просто как-то так, я увидела у подруги татуировку, сказала там, ну вроде как интересно. Она сказала, что вроде как, у тебя же тоже руки там, раз это не из ушей. А ей вроде как этот. Ну то есть пришла ты первая, тебя именно зацепило то, что она в этом мире и ты решил тоже податься? Или как-то у тебя свои мысли были? Ну не совсем. То есть до этого я учился в художественной школе, потом в колледже учился и учился на архитектуре у нас в КГСУ. И в один момент я понял, что это не мое. И меня периодически друзья просили рисовать эскизы. Для татуировок. Для татуировок, да. Я рисовал, даже в принципе я не задумывался об этом, чтобы взять машинку и тоже попробовать это на коже, передать что-нибудь. В один момент, когда я последний раз это рисовал, такой вот в клинике, не в клинике, знакомой. Она говорит, ну слушай, здорово, а почему бы тебе с мамой не попробовать это набить в что-нибудь? Вот как вы говорили, то есть у меня только эта лампочка, как в мультике. На самом деле, а почему бы и нет? Тогда ты нашел миру, да, получается? Да, тогда я нашел миру, она мне очень помогла. Хорошо, помогла. Сколько вы там вместе? Три года. Ну с перерывами, ну три года. Ну насколько я знаю, сейчас вы вместе не работаете, получается раздельно работаете. Были такие времена, когда вы работали бок о бок, скажем так? Да, были. И на твоих первых порах это происходило или? То есть она тебя прям обучала или ты как-то сам до всего дошел, а взяла снова у нее? Можно? Да. Да. Тут был такой момент, когда я ему показывала татуировку непосредственно на нем, а ему начать с татуировки я позволила на себе. Ага. То есть как бы его первая татуировка, это вот моя, то есть скажем так, я ни секунды не сомневалась в том, что у него получится. Вот какая-то, не знаю, чуйка. Это в один день все было или нет? Нет. Нет, это было не в один день, просто в принципе я ему говорила о своих мыслях, что я хочу, чтобы он сделал на мне как бы свою первую татуировку, что я буду видеть, как идет игла, как бы я смогу ему подсказывать. Ага. И вот он сделал, и у него руки тряслись, конечно, это было что-то с чем-то, то есть, но как-то он вязал себя в руки и сделал все достаточно хорошо, даже для первого раза, то есть я бы, я удивилась, то что действительно. У него есть чуйка, у него есть не совсем хорошее было знание кожи, скажем так, но держать в руках, скажем так, кисть, тату машинка это тоже кисть, как бы он мог, и я увидела, и слава Богу, все. И сколько в целом ты уже татуировкой занимаешься? Я? Да. Ну и ты тоже, соответственно, сколько ты? Пять. Пять. Да, это где-то. Два с половиной кида, приблизительно так. Угу. И вот за это время вы выбрали стиль, в котором вы будете работать? Какой-то, не то чтобы все время в нем работать, а какой стиль вам нравится? В каком стиле нравится работать? Тебе вот. Мне, ну, я стараюсь работать... Или хочется работать в каком-то стиле? В нео-традишнл и в реализм. Угу. То есть, для меня это предпочтительно. Угу. То есть, ты в этом пытаешься развиваться сейчас, да? Угу. А у тебя что? Приоритеты? Я такой человек. У меня нет никаких приоритетов в этом плане. Хочешь бесконечность? Давай бесконечность. Хочешь бесконечность? Я стараюсь приносить людям радость, насколько это возможно, то есть... Ну, это я прошу свою, конечно, да. Нет, кстати, люди, если хотят, то, пожалуйста, почему... То есть, они не переубеждают там, да? И бывает такое то, что, если я, допустим, вижу, что человек может пойти на что-то большее, я могу сказать, посоветовать сказать, что чувак может все-таки... Ну, да, что-то побольше там, да? Пусть не побольше, пусть что-то миниатюрное, но, допустим, тоже симпатичное. Или там с иероглифами в свое время ты уже однозначно отговаривала. Ну, не знаю, я считаю то, что в рамки себя загонять, в принципе, не стоит. Это, как бы... Дело, конечно, выбор каждого, но я стараюсь развиваться во всем. То есть, потихоньку, потихоньку, пусть, скажем так, в час по чайной ложке, но это, скажем так, кружкой и набирается. Хорошо, я понял. А вот ты пять лет в тренировке, ты чуть меньше. Какие у вас были самые интересные случаи за время вашей работы? Интересные, веселые, может, наоборот, тришовые, ужасные? Какие вообще случаи, которые вам запомнились? У тебя были? Были. Рассказывай. Один раз мы перепугали одну нашу клиентку, мы немножко... А мы вместе находились, да? Да. Мы работали какое-то время вместе, да? Да, мы поиздевались немножко. Мы поставили, положили на стол, на который готовили резинку, которая иглу к бойку, ну... Бандажи? Конечно, да. Она нас спросила, для чего она у вас, вот, для чего она нужна? Ну, как-то вдруг нам его перегнули, сказали, ну, так, ну, что, жгут? Ага. У нее тут и рука должна была быть на пальцах. Ага. Сказали, перед этим? Да, сказали, жгут. Чтобы так кровь вся вытечет, там, и так далее. А, чтобы кровь не текла, вы сказали. Да. Ребята таким занимаются, будьте осторожны. В итоге она, как бы, говорит, нам не верят, говорит, что вы врете. Ну, вот видите, что нет, и вышли, там, я не помню, то ли чай сделают, то ли кофе. В общем, мы возвращаемся, смотрим, она его сама себе перетянут, палец опух. Пальцы же синий, опухший такой, да. Мы потом уже сказали и правда. Ну, естественно, естественно. У меня вот есть, скажем так, один из клиентов, это, наверное, самый, не знаю, он вроде абсолютно нормальный, духовный человек. Ага. Но при том он может выйти за рамки разумного вот в лед просто, как бы. Мы, одну надпись, у него много татуировок, клевые, там, ему это другие мастера делали, как бы, сейчас я ему делаю. И у него надпись на ноге. Эта надпись, значит, бесит, когда у кого-то, что-то вроде того, бесит, когда у кого-то все хорошо, а у меня нет. Ну, или, как у всех, так все. Такая надпись, да? Он поддержал эту идею. То есть, настолько человек свободно мыслит, это очень здорово. То есть, селишься в автобусе, да, и сидит парень, который вот здесь, ну, ты бабушка какая-нибудь. Да. А это для семьи просто смотрелось издалека. Да. То есть, очень здорово, когда у клиентов есть такая черта, свобода мысли, то есть, где-то позволит тебе чуть больше, чем обычно себе позволяет. Немножко поребятничать. И только что мне пришел в голову очень интересный вопрос к Андрею. Андрей, у тебя есть татуировки? Потому что зрительно у тебя их нет. То есть, ты на видных местах. Ну, то есть, я не без татуировок. Давайте-нибудь показывать, где у тебя есть. Я к тому, что у меня их видно, как бы, я на тебе не... Нет, у меня есть одна здесь и одна большая Ян Нагель. Показывать мне не хочется. Ну, да, это понятно. Просто, если зрители не знают тебя, то они подумают... Просто ты ему долго не татуировал. Честно говоря. Для тебя это сложно, да? У тебя по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну... Я в этом плане проще отношусь к этому, у меня... У, давай, понесла. Какой-нибудь своей титуировке ты жалеешь? Не об одной. Вообще. То есть, люди иногда говорят, ну, что, а вдруг я пожалею? То есть, как бы, я пять лет назад сделал свою первую татуировку. То есть, это были про таки, вот тут. Господи, чтобы я их пожалела, у меня ни разу мысль такой не возникла. Первую неделю есть такое вот небольшой такой мантраж, когда только нанесешь, думаешь... Стало ли это сделать! Когда спать ложишься на Армию? Когда спать ложишься на Армию? Да, да, или утром посыпаешь, а, у меня татуировка, зачем я это делаю? А потом, вроде как, начинаешь в своей татуировке относиться как к части своей жизни, как к части своего тела, как к части своей кожи, поэтому жалеть об этом, ну, я не так понял. Все, да, вырвалась. Расскажите, какие у вас вообще планы на двоих или на каждого из вас в будущем? Какие-то тату-конвенции может быть вы хотите поучаствовать, что-то салон совместный уже наконец-то открыть? Ну и в целом. Ну, мы думали... Или о чем вы мечтаете, я не знаю. Думали салон открыть в ближайшее время. Как назовешь, уже решить? Не задумывая. Мира или компания? Нет, ну почему? Андрей и самое главное, мир. Нет. На тату-конвенции планируют сейчас в этом году на Казанске тату-конвенции? Хотя бы на казанске. Честно говоря, возможно, в этом году, в какой-то веке мы решимся туда пойти. Хотя бы просто посмотреть. А почему вы не ходили до этого? Я накажу еще за свою, наверное, безбашенность. Я абсолютно замкнутый человек в плане... Я боюсь других мастеров. Вот правда, честно, боюсь. То есть, мне кажется, они очень злые, они меня покусают, отрежут мне... Да я о чем раз. Отрежут мне руки. Нет, я тоже думала, что из-за этого человека... Казалось, до плечи души, что же так? А то, что он там... Да все, фигняет. Она мне говорила, да? Вот. Ну, не знаю, как-то... Решиться стоит, конечно, нужно себя перебороть, но пока как-то я вот у меня вид есть, и мне хорошо. А ты как к этому относишься? То есть, честно, я даже не задумываюсь особо, чтобы туда пойти, я работаю. То есть, ты особо не паришься в этом плане, да? Знают там тебя другие мастера в Казани, то есть, показывать себя ты не так хочешь? Да. Или награды какие-нибудь тебе не думают? Нет, я на дальнейшее сейчас... У меня пока... Угу. Так. Сейчас. Тут еще... Сейчас, секундочку. Тут еще есть такой момент, то, что, допустим, опять же, другие мастера, чтобы показывать себя, это, в принципе, это вот наш показатель, наше лицо, это наши работы. Вот. То есть, кому-то маячить перед глазами для того, чтобы как-то... Слушай, чувак, я тату-мастер, я хороший тату-мастер, узнай меня, давай познакомимся. Как бы, мы как-то вот тихо-тихо варимся в своей профессии, грубо говоря, стараемся в этом что-то делать. Лучше, стараемся быть лучше, чем мы были вчера, как-то, ну... Угу. А как ты оценишь свою работу? То есть, ты... Или ты знаешь, что ты можешь лучше, и что-то в этом плане. Угу. Или ты считаешь, что это лучше все работают? Предел совершенствования этого. Это правильно, да. Ну, то есть, ты еще стримим... Все равно учишься, да? К чему ты идешь? Нет, это однозначно, то, что... Я учу тебя. Угу. Ты рисуешь сам по своим эскизам? Рисую, но редко. В основном клиенты приходят со своими рисунками? Ну, зачастую, да. Что бы вы посоветовали мастерам, которые уже начинают делать татуировки и только думают об этом? С чего начать? С чего не стоит начинать? Чего делать, чего не делать? Как вы считаете? Отвечайте. Те кто-нибудь. Ну, в принципе, самое главное, наверное, правило тату-мастера это не сдаваться, несмотря ни на что. Но в то же время не сдаваться не так, что и так сойдет, и делать дальше. А стараться делать лучше, стараться учиться, стараться... Потому что пусть у тебя нет учителя. Есть самый главный сенсей и учитель, это интернет. Всему, в принципе, можно научиться там. смотреть чужие работы, смотреть, как это выполняется. Есть видеофайлы, есть фотографии. В принципе, есть... Я так и училась. То есть, мне помог интернет. Тогда, в принципе, было не так много видеозаписей, которые именно процессы, несколько... Видео, по которым я училась. Каждый раз я просматривала снова и снова. И вот это самое главное. То есть, стараться учиться, несмотря из какого источника. Учиться. Учиться быть немножко лучше, чем вот ты сделал. Постараться сделать как-то немножко лучше. Сделать работу над ошибками, скажем так. Подумать, где ты что-то недоделал, где ты что-то сделал не так. Снова сделать. И снова сделать немножко, может быть, лучше. И тогда это залог успеха. Каждый день быть лучше. То есть, ты советуешь стремиться к лучшему, да? Стремиться к лучшему, не останавливаться. Никогда. Да, бывают сложные моменты. Бывают сложные моменты. Бывают так, что думаешь, ааа, гори все огнем себе. То есть, тебе хотелось бросить, да, когда-то? Было время. Ты тоже? Ни разу в таком моменте не прошли, я хотел бросить. А ты закончила? Ну, я хотела сказать, что вначале было у меня такое, что я хотела все бросить. Но это чисто вот из-за того, что я очень сомневалась в своих силах. И в эти моменты как-то вот то, что удержалась и заставила себя. Хотя я человек, который бросает все на пути, на самом деле. Вот когда ты сама начинала делать татуировки, ну и ты так же. Сколько портаков ты сделала вообще? Ох! Ой, ну первые пять лет моей. Вот вчера? Да. Ну, прием, я не знаю, что ты не скажешь точно. Ну, были ли портаков, скажем так? Ну, неудача, в принципе. Неудача, да. Портаки сейчас это, конечно, уже такая тема, что это когда вообще жесть. То есть я считаю, что в принципе есть у всех. Ну, были какие-то моменты. Да, я думаю, что у всех все-таки было неудача. Короче, в общем, да. Неудача, неудача, неудача. А есть ли такой мастер, которого вы недолюбливаете или не любите, или не нравится вам, или работа ему не нравится? Я как на мужчину спихнула на него все сейчас. Ну, у вас общее мнение, наверное, да, и ты его выразишь? Да. Давай ты лучше начни эту. В принципе, какого-то негатива какому-либо мастеру нет. Конкретно, то есть, это ничего? Конкретно нет. То есть, конкуренция, это да, понятно. Я бы кто не отменял, есть... Бывали, конечно, неприятные моменты, но чтобы прям конкретно кому-то... Испытывать негатив такого, в принципе, нет. Есть люди, которые, допустим, не то чтобы вдохновляют, но к которым понимают, что да, у нас есть крутые мастера, которые так... Есть уровень в Казани даже, который, в принципе, заставляет где-то немножко, может быть, подстегивать себя. Да, то есть, что ты же, блин, ты же работаешь, ты же можешь, ты же почему-то, чем хуже, руки-ноги есть, все можешь. То есть, где-то стараться в этом плане, да. Так, чтобы кого-то не любить. У тебя я не любила, честно, могу сказать. Это все потому, что я белый, да? Это все потому, что ты белый, конечно. У тебя белые зубы, я тебя ненавижу. Я ссисти не курил в детстве. Вот. В принципе, всем добро, пиз, мир. Ну, у нас также были, в принципе, и положительные моменты в нашей практике. То есть, были такие моменты, то, что у нас один раз накрылось обалдование. И у нас на день были сеансы, они, в общем, оказались под угрозой. Вот, у нас очень спас один мастер, который зовут Владислав Филимонов. То есть, мы к нему обратились. Он так... Он быстро так отреагировал, как бы, ребята, приезжайте. У меня есть лишь регулятор напряжения, в принципе, говорит, забирайте. То есть, когда появится возможность, то есть, купите это, мне отдадите. И так далее. Мы очень благодарны за эти моменты. Да, это очень здорово, когда есть взаимопомощь. То есть, в принципе... Пасхватит, когда есть момент. Когда... У нас, кстати, вопрос об этом в Казани, как уже говорил, то, что все держатся как-то друг от друга. Вы за дружбу между мастерами? Однозначно. Естественно. То есть, вы бы за, если, например, на конвенции все бы общались, дружили там как-то. Потому что конвенция пока это единственное место, где все мастера могут собраться на сей день. Да, хотелось бы, скажем так... У нас есть, знаете, как в России есть олигархи, есть те, которые там, ну, а там где-то, ну, полкаются, людишки работают как могут. Вот. У нас, в принципе, среди тату-мастеров тоже есть вот это резкое разграничение людей, которые давно работают, которые профессионалы для своего дела, которые делают это дело хорошо, у которых очень много клиентов, которые имеют свои салоны. есть те, которые, скажем так, начали так с нуля, там тоже вот так же, как и они когда-то, ну, допустим... Ну, тем, кто этого не помнит, естественно. Да, там они были монополистами, они там новую тропинку прогладывали, они молодцы, там все здорово. И есть те, которые, скажем так, на эту тропиночку вроде как... Поцели, да? Идут по этой тропиночке, да, там сворачиваешь, тут сворачиваешь, но идешь вроде как потихонечку, но догнать их не можешь. Я в этом плане немножко тушуюсь перед профессионалами, скажем так, что... Возможно, где-то я до них не дотягиваю, возможно, где-то они мне скажут «Ты нехорошая девочка!» А я буду... «Я нехорошая девочка!» И я как-то... Я боюсь, я покворю, они, типа, «Вообще не дайте ты!» В общем, ты за дружбу. Я за дружбу, за мир, конечно! Хотела бы ты когда-нибудь переехать в какую-нибудь другую страну, работать или жить? Нет, я считаю себя патриотом. То есть ты всегда останешься в Казани? Да. А вот еще татуировка – это вообще вся твоя жизнь? Ты считаешь, что татуировка – это вся твоя жизнь и больше ничего уже ты не хочешь? Нет, ну, честно говоря, я не задумывался пока. У меня в планах пока чисто заниматься татуировками. Открыть свой салон и двигаться в этом направлении. Ну, ты не можешь сказать, что татуировка – это вся твоя жизнь? Или можешь сказать? Могу. Вот это хорошо. На данный момент могу. Так, а что ты не любишь в своих клиентах? Есть ли такое вообще? Ну, бывают негативные моменты. В интернете. То есть, когда бывает такой таплет. Да, недопонимание бывает. Также бывают неприятные моменты с заживлением. То есть, зачастую… Зачастую… Сейчас все в африке расслабился. Что ж, с нами были Андрей и Мира. Это все интервью. Спасибо, что смотрели. Приходите на сеанс к Мире и к Андрею. К Андрею и к Мире. И я все-таки сильный, вот этой робочной спиной. Слюнь. Слюнь. Так это останется? Да. А что, весело, мне кажется? Почему нет? Мы такие… Зато и живые, да?